Добрый вечер, друзья. Суббота, 20 часов. Мы в эфире с вами. У меня в гостях Анжелика Мир, человек, который способен больных делать здоровыми, а здоровых навечно оставлять здоровыми. Ну, я бы так не сказала. А что? Ничего нету вечного под звездами. Кроме здоровья? Здоровья, да. За него надо бороться. За него надо бороться. И оно может стать вечными, если все делать правильно, да? Если подходить к здоровью с позиции того, что здоровье не падает с неба, его надо создавать. Анжелика Мир, холистический терапевт, она сейчас расскажет о себе немножко, человек, который сколько? С 20 лет? С 30 лет. Более 30 лет живет в медицине и занимается медициной. Анжелика, тебе слово, пожалуйста. Начинай рассказывать. Расскажи о себе несколько слов. Ну, прежде всего, добрый вечер всем, хорошей благополучной недели, здоровья и радости. А теперь о себе немножечко случилось так, что пришла я в этот мир, вот такая вот. В 11 лет я просто поняла, что я могу руками снимать боли. Произошло событие у моей подруги не очень приятное. У нее умерла бабушка, и на нервной почве был срыв, были боли головные. Мне повезло, я смогла ей помочь. И после этого я стала задумываться, что в принципе происходит с моей жизнью, почему я не такая, как все дети. Я закончила спорт-интернат в Ростове-на-Дону по виду легкой атлетики, инструктор по легкой атлетике. Получила профессию. Да, это не только профессия. Это не только профессия, это жизнь. Жизнь, которая была для меня интересная. Я узнала много нового. Также я обучилась массажу. Это мне было на тот период времени 18 лет, в Дворце здоровья для спортсменов. Очень известного на то время массажиста доктор Лещенко. Он занимался восстановлением здоровья известных спортсменов, таких как Быкова, Андреев, с известной футбольной команды СКА. С этого, в принципе, начался мой путь в медицину. Потом я поступила в медучилище, центральное городское. И там я поняла, что да, это часть меня. Я могу учиться, я могу работать, я могу приносить пользу людям. Работала я в госпитале военном в Северокавказском окружном. Я работала там инструктором по лечебной физкультуре, работала медсестрой, медицинским терапевтом, массажистом. Работа была непростая. В тот период времени было очень много молодых ребят, которые были после войн. Потом была репатриация в Израиле. Я решила, что уровень свой надо как-то расширять, чтобы я могла больше помогать людям. Практика моя не прекращалась ни на один миг. В принципе, чем бы я ни занималась на тот период времени, я всегда продолжала лечить людей. Я думаю, это то, что мне давало сил жить дальше и развивать тот потенциал, который был во мне заложен с рождения. Дальше был Вингит, Международный институт, отделение для инструкторов и мастеров у Алекса Белькевича. Я закончила курс вместо нескольких лет всего лишь один год, потому что стаж у меня был достаточно огромен. Опыт. Опыт тоже был достаточно огромен. И окончила этот курс с отличием, можно сказать. Очень благодарна преподавателям, которые мне дали много, достаточно много, чтобы я могла дальше развивать в себе это и создавать свой потенциал, свои техники, которые могут помочь и принести пользу людям. Обнаружив, что наше тело связано с мозгом, придя к этому еще в юном возрасте, я поняла, что такие техники, медитативные практики, трансмедитативные практики, также могут принести облегчение, особенно в психосоматических состояниях. И я сказала, что да, я иду дальше. И вот я в Медивин, институт наш, Вингит, профессор Караса принимал у нас экзамены. Был очень интересный курс, который вел Алон Пьер. Я ему благодарна за эти знания. Также там был буддийский подход, философия буддийская к человеку, к его жизни, к пониманию, философия, что для меня является тоже составной частью. Я продолжала работать дальше. Еще один курс – это было нервно-лингвистическое программирование у Арии Кегана. Бесподобный, бесконечно благодарна этому человеку за знания, за понимание, за возможность быть нужной и полезной, и приносить пользу. Ну, помимо всего прочего, с детства я очень люблю растения, травы, цветы, изготавливаю сама духи, ароматерапия. Точно так же может принести великолепную, просто чудесный результат людям в выздоровлению, особенно в стрессовых ситуациях. Допустим, какое масло, какой запах ты предпочитаешь? Я – виски. О, это хороший запах, я подумаю, может, я тебе сделаю масло, масло на фоне виски. Я тоже подумал, подумал и решил, что самый интересный запах в моей жизни. Чудесно, чудесно. На самом деле я шучу, конечно. Да-да, ну это понятно, конечно. Вот предпочтение твое. Прежде чем ты начнешь рассказывать об ароматерапии, о натуропатии, которой ты занимаешься, о психосоматических терапии, которую ты производишь, я хочу рассказать маленькую историю из нашего знакомства. Ты живешь в небольшом городке, который называется Ора-Кива. Городок действительно небольшой, сколько нам, 50 тысяч человек, наверное. Прекрасный город. 50 тысяч человек примерно в этом городе живет. И вот я приехал к тебе меньше даже. 30-40 тысяч. Для меня, что 30 тысяч, что 400 тысяч, что 300 тысяч, это уже примерно одно и то же, потому что всех 30 тысяч человек знать невозможно, да? Так же, как невозможно знать и 300 тысяч человек или 3 миллиона человек. И вот я приезжаю в этот город, мы с тобой идем в кафе посидеть, и по дороге все с тобой оздороваются. Более того, они не просто здороваются, они пытаются обнять тебя и поцеловать. Скажи, это у тебя хобби такое или как это? И почему все? Почему все? Как ты это можешь объяснить? Меня это буквально поразило, потому что не было ни одного человека, который бы не прошел, не поздоровавшись и не попытавшись тебя обнять и поцеловать. Ну, я не буду скромничать, только Ракива, это Кесария. 9,5 лет я проработала в Кесарии. Кесария – это город, который находится рядышком с Ракивой. У нас даже говорят, да, у Ракива Кесария. И, значит, я тебе объясню, в чем там дело, в принципе. Даже находясь при работе, да, на определенной работе, я продолжала лечить людей. Я, допустим, и по сей день я не могу видеть, если человек идет, и у него какая-то боль, я вижу это, да, вижу издалека, мне как бы фон идет, понимаешь. Если у человека что-то болит, я не могла пройти мимо, я должна была на месте подойти, то есть это акупунктура, это какие-то техники манопулятивные, что я могу, о, господи, вот у тебя заболело, ой, слушай, давай, давай что-то сделаю, ты разрешаешь? И я делала, я делала это с любовью, и мне нравилось, я помогала человеку просто улыбнуться, вернуть ему улыбку обратно, пускай это было мгновенное ощущение, неприятность, такое, знаешь, вот, когда у тебя что-то болит, вдруг кто-то взял, сказал, ой, Сереж, у тебя болит, у тебя болит кисть руки, а я беру, оп, взяла вот так вот, понимаешь, твою ручечку, Сереженька, ты мне разрешаешь? Сереженька говорит, да, я оп, клик вышел, как раз нет, и у тебя вышел, вышел отсюда, так сказать, клик, то есть сустав вернулся на свое место, то же самое плечо, то же самое шея. И в своих техниках я дошла до того, что мне достаточно буквально минуты, достаточно минуты, чтобы убрать боль, я не говорю излечить, я говорю убрать боль, вернуть сустав на место. Если это шейный отдел позвоночника, если это грудной, поясничный отдел, мне не нужно сейчас много, вот, не обязательно должна быть, ты понимаешь. Я понимаю, что ты, что ты многих, вот так вот, проходя мимо, так сказать, вылечила, да? Да, наверное. Но не всех 50, не все 50 тысяч, или там 30 тысяч человек. Не знаю. Да, но здоровались тобой абсолютно все, и обниматься попытались, и поцеловать тебя попытались все. Любят тебя, да? Ну, наверное, есть за что-то. Есть за что-то, я думаю, за что. Что тебя любят так, вот, в том месте, где ты живешь. Ты знаешь, вот, даже сейчас тут, находясь в студии, перед тем, как началась наша запись, я увидела двух бесподобных, очаровательных мужчин. И моментально происходит какая-то химия между людьми. У меня такое впечатление, что, знаешь, притягиваются люди, или я их притягиваю. Мне нравится работать с людьми, мне нравится дарить свои объятия, мне нравится дарить тепло, потому что, зная даже, что маленький ребенок, когда он плачет, что делает мама или папа, они берут на руки этого ребенка, они его просто обнимают. Это все, что нужно в этой жизни, любовь. И дарите ее, ребята, дарите друг другу, не стесняйтесь. Если вы видите, что человек идет по улице, и он грустный, не бойтесь подойти к нему, не надо спрашивать, что с тобой случилось. Спросите просто, а можно мне тебя обнять? Очень мало любви сейчас стало, очень мало. Нам этого просто не хватает в этой мире. В этом мире не хватает открытости, тепла. Мы теряем это все. Может быть, именно поэтому, Сережа? Наверное, это мой ответ. Поэтому тебя обнимали, целовали. Да, я думаю, что, скорее всего, это причина. Потому что ты даешь тепло. Наверное, да, я так думаю. Ты даешь тепло, ты теплый человек. Но недостаточно быть просто теплым, хорошим человеком, чтобы тебя любили, уважали или приглашали еще. Прийди, подремонтируй мне что-нибудь, сделай мне так, чтобы не болело. Наверное, еще у тебя есть вот это вот умение и знание, которыми ты пользуешься для того, чтобы людей ремонтировать, скажем так, чтобы удалять, удалять проблему, убирать боль. Скажи, диагностика. Да. Я обратил внимание, когда мы сидели и пили кофе в кафе. Я кофе не пью, пил ты. Ну, пил я, не буду скрывать. Я живу без кофе. Я скромный человек. До такой степени, чтобы говорить, что я не пью кофе. Пью не только кофе. На здоровье. Проходила мимо, по-моему, женщина, сейчас я не помню, я обратил внимание, твой взгляд на нее. Вдруг ты заявила, что вот у нее там не в порядке, она идет, наклонив голову, что у нее есть проблема. Да, у нее было искривление позвоночника, явное причем. Да, и ты вот извинилась, поднялась, и что-то с ней сделала. Вот что ты с ней сделала. Вот что ты с ней сделала. Ну, во-первых, непонятно, как можно диагностировать проблему, сидя за столиком в кафе, когда женщина проходит в 20 шагах от тебя. Ну, я думаю, что ты видел сам все, в принципе, да. Да. Диагностировать проблему, да, я действительно вижу издалека. Не только, допустим, если это у человека проблема связана с позвоночником. Вот последняя моя поездка в Батуми, так получилось, что я познакомилась с людьми, и у ребеночка одна ножка была короче, чем другая на 2,5 сантиметра. Я сразу обратила внимание на это. Можно было даже как бы, ну, не озвучивать это. Мои манипуляции состояли в том, чтобы помочь, облегчить хотя бы на данный момент времени, он еще маленький, чтобы не было дальнейших осложнений, пока люди решат какую-то проблему, найдут подходящего специалиста. Я сделала несколько манипуляций, и размер просто уменьшился. Он составлял буквально полсантиметра. Разница, да, между ножками, длиной ножек уменьшилась на полсантиметра. Но она же не выросла, эта ножка, ты ее поставила просто на место в сустав. Я поставила ее в сустав, и мало того, что я поставила в сустав, так как ребенок идет, и у него вес тела больше на одной стороне, на другой, естественно, происходит не только смещение, не только смещение происходит, да, в тазобедренном суставе. Абсолютно верно, абсолютно верно, абсолютно верно. Я была рада, что я смогла помочь. Прежде всего, для меня желание помочь, это, ну, я не знаю, наверное, это самое важное. То же самое на работе, то же самое в любом месте, в любой стране мира. Я не знаю, как это объяснить. Я не могу помочь всем, иногда мне нужна помощь. В моей жизни тоже были события, вокруг меня тоже были хорошие, добрые люди, которые мне протянули руку помощи. Я думаю, что, да, есть возможность учиться, и я думаю, в ближайшее время... Секундочку, секундочку. Ты, я понимаю, что ты, и мы будем об этом говорить несколько позже, о том, что ты хочешь открыть школу и обучать людей тому, что ты знаешь. Абсолютно верно. И тому, что ты умеешь. Я, кстати говоря, записываюсь номером один в твою школу, я хочу тоже это знать и уметь. Я буду рада, я буду рада великолепному ученику, который, кстати, сегодня мне тоже помог. Я могу сказать, что у Сергея очень хорошие руки. Подожди, подожди. Порекомендовать его как хорошего специалиста, великолепного массажиста. Это просто для меня, смотри, доверить свое тело человеку, ты понимаешь, спроси любого профессионала, он тебе скажет, ты знаешь, когда я лежу, и мне кто-то пытается или сижу, кто-то что-то пытается сделать, я начинаю оценивать. Ну вот, я сегодня вначале попыталась оценить, потом я просто поняла, что... Расслабься. Я расслабилась. Получаю удовольствие. Да, вот, я расслабилась, ну вот, шейный отдел, как бы я могу сказать, что, конечно, намного легче, чем был. Я благодарна тебе за это. Подожди. Вот, а в качестве ученика я буду рада. Если ты придешь ко мне учиться, с удовольствием. С удовольствием. Я постараюсь не забыть то, что ты сказала. Я тебя напомню. Да, я буду тоже помнить. Да-да-да, конечно. Да, я тебе напомню об этом, что ты меня должна научить. Теперь поговорим об ароматерапии. Да-да, вернемся. Вернулись к этому. И я понимаю, что ароматерапия – это далеко не все из того, что ты делаешь. Это капля в море. Ну, рассказывай обо всех каплях этого океана. Невозможно. Это целый огромный мир. Человек – это дар. Я к человеку отношусь как к дару. Это что-то потрясающее. Я хочу, чтобы каждый человек подумал о том, что он необычен. О том, что только он такой. Что он достоин самого лучшего. А сейчас я возвращаюсь к ароматерапии. Я сегодня принесла… Хотела бы показать. Покажи. Это эвкалиптовое масло. Ребята, все вы знаете, что у нас достаточно эвкалипта в стране. Я вам хочу подсказать. Сегодня я вам дам такой маленький бонус. Как изготовить самостоятельно, дома, эвкалиптовое масло. Очень приятный запах. Он очень нежный. Можете мне поверить, что запах очень приятный. Я боюсь, что по радио вы не сможете сами прочувствовать его. Но вот послушаем, что Анжелика нам расскажет. Да, значит, ароматерапия – это очень важное звено в подходе к лечению. Чем и почему? Значит, любое растение, данное нам природой, у него есть какой-то замысел. Эвкалипт в данном случае. Это назначение. Эвкалипт в данном случае. Зачем он нам нужен? Антибактериальное. У человека, у которого есть проблемы аллергического плана, осматического плана, если у него нет аллергии. Масло органическое, оно без запаха. Эвкалипт, он очень нежный. Достаточно сделать несколько ингаляций. Вы просто почувствуете. Вы почувствуете, как у вас открылось дыхание, вам стало легче дышать. Если у вас есть насморк, или он в начальной стадии, или уже начался, достаточно взять капельку масла, растереть, пройти по синусам, подышать немножечко им. Вы почувствуете себя по-другому. Конечно, я добавлю, Сережа, с твоего позволения, в этот момент, я уже коснулась носа, прана-нашемот имеют очень важное значение. И, конечно, прана-нашемот – это энергетические практики. Это йоговские практики. Практики йоги. Значит, совместить это с этим, это будет великолепно. Можно просто избавиться от синусита. От насморка. От синусита, от насморка. Можно избавиться. Значит, да. Как же ты его, ты прообещала. Да-да, я хочу сейчас рассказать. Вот именно, я подхожу. Я подхожу к самому главному. Все меня слышат. Значит так. Вы можете взять любое масло. В данном случае я пользуюсь органическим маслом. Вы можете выбрать, что вам подходит. Даже оливковое. Постарайтесь, чтобы оно не имело особо сильного запаха. И не было очень жирным. Значит, эвкалипт. Можно набрать веточки, листочки. Как, я не знаю, насколько видно тут. Сереж, ты видишь листочки тут? Да, я вижу только листочки. Я не вижу веточки, я вижу листочки. Да, веточек тут нету, только листочки. Но вот у тебя, по-моему, веточка эвкалипта есть. Нет, это веточка оливкового дерева. Но ты имеешь в виду, что когда ты собираешь листики эвкалипта, ты срываешь с веточки. Да, аккуратненько срываю листочки. Затем мы приходим. Значит, вы можете их помыть. Я люблю, когда все чистое. Подсушить немножечко. Взять масло. И у нас есть две опции. Масло можно подогреть, но чтобы оно не было горячим, тепленьким. И поставить туда листочки. Закрыть. Вот примерно можно вот в такую баночку. Можно в темную. Я рекомендую в темную. В темный какой-нибудь сосудик. Закрыть крышечкой и поставить в темное место. На 10 дней. В течение 10 дней вы взбалтываете эту баночку. Каждый день? Да, можно. Можно через 3 дня. Эвкалипт очень-очень крепкий. Он, если жасмин, ясмин, да, он неприхотливый, то эвкалипт очень сильный в этом плане. С ним можно делать все, что хотите. Можно поставить на 10 дней. С ним ничего абсолютно не случится. Через 10 дней вы процедите это маслечко через тряпочку и положите новую порцию. Можно листочков эвкалипта. Можно подсушить. Можно просто поставить эвкалипт. Закрыли, убрали в темное место. И через 10-12 дней вы можете процедить и просто пользоваться. Вы можете даже сделать из него бальзам и носить его с собой в сумочке. Но об этом как-нибудь в другой раз. На сегодня... У меня есть вопрос еще, Анжелика. Но не все живут в стране, где растут эвкалипты на каждом шагу. Конечно. Есть люди, которые живут в других странах. Можно ли воспользоваться этим рецептом, но не листики с дерева. Я только это хотела сказать. А вот то, что продается в аптеке. Абсолютно. Абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Значит, я повторяю домашнее задание. Как я усвоил материал. Я беру маленькую баночку, заполняю ее... Большую, маленькую. Любую баночку, заполняю ее маслом. Тепленьким или холодного отжима. Это может быть масло... Любое. Любое. Допустим, подсолнечное. Ну, желательно без запаха. Желательно без запаха, да. Если вы хотите органическое масло, я думаю, что его можно найти в любой аптеке. Не обязательно в аптеке. Можно в магазинах найти. И использовать его. Да. Нагреваю это масло, заливаю в бутылочку и набиваю ее, фарширую ее... Фаршируй. Высушенными листиками эвкалиптового дерева. Вот если я хочу добавить, Сереженька, значит, если у нас листики сухие эвкалипта, масло должно быть подогретое. Но ни в коем случае оно не должно быть горячим и бурлящим. Потому что эвкалипт просто сгорит, и у вас будет безумный, неприятный запах на кухне. Поэтому я вам рекомендую подогреть его, чтобы оно было тепленьким. Поставить туда листочки. Закрываем крышечкой, поставил на 10 дней, раз в день, раз в день, два дня, раз в три дня я должен взять эту бутылочку, взболтать содержимое и через 10 дней процедить через тряпочку. Через марлечку, через тряпочку, желательно, чтобы все было антибактериального плана, потому что если вы будете пользоваться только кожные покровы, это одно. Но если лицо, я считаю, я к лицу тоже отношусь как к божеству, и у женщины, и у мужчины, и у детей, потому я рекомендую лучше, конечно, чтобы тряпочка была, марлечка была стерилизована, даже бинчик. Подожди, подожди. Но мы пропускаем это масло через марлечку, желательно чистую, стерилизованную. Отжимаем листочки. Листочки, масло обратно попадает в эту же емкость, и туда же мы новую порцию. Заливаем масло, и ставим новую порцию листочков. Подогреваем его, новую порцию листочков. И делаем то же самое 10 дней с пробалтыванием. Уже в общем количестве дней, 20 дней, когда пройдет, мы можем открыть эту баночку, снова процедить, наверное, да? Да, абсолютно. Извлечь масло, содержимое в этой баночке, и пользоваться уже им. На здоровье, мои хорошие. И вот это вот масло, как ты говоришь, эвкалиптовое, может как-то помочь избавиться от насморка, от целлюлита, от гайморита и так далее. Это просто потрясающе. Я вообще считаю, что эвкалипт – это чудотворец. Да. Ну, мы говорим, в общем-то, у нас передача не только об эвкалипт, но и еще каких-то других средствах лечения. Конечно, конечно. Да. Значит, следующий этап моего подхода к лечению моих дорогих пациентов – это этап работы с подсознанием. То есть это медитативные практики. Значит, очень непросто, когда вы находитесь в стрессовом состоянии, отвлечься от данного конкретного неприятного события. Не всегда это удается, и в большинстве своем это событие потом нарушает вашу нормальную жизнь, нарушает ваше здоровье. Люди вынуждены обращаться к врачам, начинаются стрессы. И, допустим, самый близкий расположенный орган, я вообще считаю, что первые стрессовые состояния у нас отражаются просто в твоей любимой области. Моя любимая. В твоей области диафрагмальной. Моя любимая область. Твоя. Смотря у кого. Специалист уже сидит. Все зависит от того, кто этот человек владелец диафрагмы. Ну, мы не будем вдаваться в подробности. Значит, как правило, у людей при стрессовых состояниях поднимается давление, учащается сердцебиение, холодеют руки, ноги, затылок, голова просто, как обручем, давление на глаза. Это результат стрессовых состояний. Что в этот момент можно сделать? Как помочь человеку? Как человек сам себе может помочь в данный момент? Ну, для начала, как я сказала, медитативные состояния, в которых мы, в принципе, мы сейчас с тобой тоже находимся в определенного рода трансовом состоянии, и наши зрители вместе с нами тоже. То есть эта передача нас, так сказать, сплотила. Значит, для этого что нужно сделать? Как ты поступаешь? Вот у тебя случилась стрессовая ситуация, неприятная для тебя. Что с тобой происходит? Ну, мы начали нашу передачу. Расскажи себе. Начали нашу передачу с того, какой у меня самый любимый запах. Ты помнишь? Да, ты мне. Да, вот я иду и стараюсь найти этот запах для того, чтобы себя расслабить. Замечательно. Ароматерапия предназначена именно для этого. Для этого у нас есть еще одно... Я промолчу, какой запах. Я буду искать, да? Ну, это хорошо, скажешь потом. Значит, я думаю, что медитативное состояние, любая медитация... Я, кстати, хотела бы провести сейчас небольшую медитацию. Я у тебя должен быть кроликом. Не только ты, я думаю, что все наши радиослушатели, люди, которые смотрят эту передачу, и всем моим друзьям во всех странах, большой привет. Я вас всех люблю и желаю вам здоровья. А сейчас, пожалуйста, устройтесь удобно на своих стульчиках, на кровати, кто как хочет. Можно лечь, можно сесть. С прямым позвоночником, пожалуйста, расслабиться. Стопочки ваши должны стоять на полу. Поставили. Левую ручку мы убаюкаем в правую и положим на коленочки. Угу, сделали. Спиночку можно отклонить, закрыть глазки и просто слушать мой голос. Я хотела бы вас повести в путешествие, в небольшое путешествие. Вы можете слышать мой голос и думать о том месте, в котором вам приятно находиться в данный момент. Сделайте, пожалуйста, глубокий вдох. Глаза закройте, расслабьтесь. Сделайте выдох. Еще раз вдох. Медленный выдох. Тепло распространяется по вашему телу. Оно идет в руки. Оно идет в грудь, в живот, в плечи. Вы находитесь сейчас на тропинке. Впереди вас водопад. Искры, кристаллы воды зовут вас и манят. Вы идете по тропинке, поют птицы. Ветер ласкает ваши волосы, обдувает ваше тело. Вы заходите под струящуюся воду. Водопад омывает вас. Тепло, спокойствие. Струится по вашему телу. От головы к стопам. Сделайте глубокий вдох. Медленный выдох. Если вам нравится, вы можете остаться несколько минут под струящимся теплой водой. А сейчас сделаем вдох. Медленно откроем глаза. Потихонечку будем двигаться по тропиночке обратно к себе. Элементарная, простая медитация, которую каждый из нас может сам себе позволить. Либо представить луч, зайти в этот луч, вспомнить о приятных событиях, пропустить их через себя, пережить их еще раз. Вместо того, чтобы, допустим, ответить обидчику, кто-то пришел и сказал, Сереж, ты мне не нравишься. Или что-то, неважно, задел тебя. В этот момент можно отвлечься, если не травами, если не медитацией, просто подумать о чем-то приятном. Потому что жизнь наша состоит не только из радости, она состоит из печали. А еще мы тут, чтобы учиться, научиться понимать себя, прощать других. Если человеку плохо, и он вас обижает, это не потому, что вы плохой, это потому, что ему плохо. Что-то у него не в порядке. Мы не можем объять весь мир, но мы можем понять его и просто не обратить внимания, пройти мимо. Вот на данный момент. А вы, госпожа волшебница, оказывается. Спасибо большое. Да. Ну, у нас, к сожалению, время ограничено, и не могу провести, да, так как бы мне хотелось. У нас есть еще время. А, да, есть? Окей. Я не думаю, что ты сможешь провести действительно цикл, цикл медитаций. Здесь, да, конечно. То, что ты уже сделал, по-моему, это тоже было хорошо. Я надеюсь, что это помогло людям, отвлекло их немножко от суеты. Я надеюсь, что тебя слышали. Я не надеюсь, что тебя слышали, ты переходила на шепот, но надеюсь, что все было услышано. Подсознание всегда нас слышит. Анжелика, ну, мы говорили об аромотерапии, мы говорили о медитации, о психосоматической терапии. Есть еще какая-то более такая вот, ну, будем говорить, материальная терапия. Руки твои, массажи. Конечно. Ты ставишь позвоночки на место, если я не ошибаюсь. Ты даже пыталась мне сегодня поставить. Я тебе поставила. Грудной отдел. Чуть не выбила, побывала их, чертова. Они у меня были до сих пор на месте. Не верьте ему, не верьте, посмотрите, как он выглядит, он даже смеется, у него глаза блестят. Ну, я такой человек с детства, на самом деле. Да, да. Расскажи об этой части своей деятельности. Ты ведь очень много работаешь руками, много работаешь с людьми, но прежде чем ты начнешь рассказывать, я от тебя однажды услышал, однажды, мы, собственно, второй раз встречаемся, да? Я услышал о том, что прежде чем прикоснуться к человеку, ты должна определить, не нанесешь ли ты ему вред. Конечно. Не принесешь ли ты ему вред. Поэтому иногда, вместо того, чтобы к нему прикасаться, ты его посылаешь к врачу, да? Да, кондициональная медицина для меня имеет тоже большое значение. Ты ведь не сестра. Конечно, как и альтернативная. Значит, мы же не просто физическое тело, дух, энергетика. Мы еще химия и физика, элементарно. И иногда есть состояния, в которых альтернативная медицина не может помочь. К сожалению, это так. Я знаю, что состояния, при которых конвенциональная медицина не может помочь. Это тоже. Это же допускает вред. Это тоже. Это тоже. То есть всегда надо найти какую-нибудь золотую середину. Абсолютно верно. Допустим, если у человека... Возьмем элементарный пример. Проблемы щитовидной железой. Заболевания щитовидной железы. Что бы ты ни делал, какие бы добавки пищевые ты не предлагал человеку... Или лекарства. Лекарства помогают. Да, конечно, лекарства поможет. Мы можем изменить питание свое, подход к питанию. Мы можем изменить очень много. Но химические добавки, такие как препараты, которые нам продают фармакология, нужно тоже использовать. И, к сожалению, мы никуда не денемся. То же самое, как операция на сердце. Шундирование сердца. Ты можешь быть великим лекарем. Ты можешь быть ясновидящим. Ты можешь быть магом, чародеем. Кем ты хочешь, в принципе, что тебе твой мозг предложит. Но ты не сможешь... Но шунтирование сделать самостоятельно ты не сможешь. Но ты не сможешь уйти от этого. Более того, ты даже не сможешь послать, сделать человеку снимок рентгеновский и что-то еще. Абсолютно. Абсолютно. Поэтому невозможно исключить одно и пользоваться с другим. Это все должно быть в сочетании. Поэтому ты называешься холистическим. Холистическая терапия – это терапия, которая со всех сторон... Объединяет. Со всех сторон. Абсолютно верно. Имеет подход к человеку. Ну, а теперь все-таки о своих техниках. Ты рассказала вначале, что у тебя есть этот статус мастера медицинских массажей. Да, я высококвалифицированный медицинский специалист по массажу не только в Вингите. Еще в России. Это было в 89-м году. Кстати говоря, именно в этом году я первый раз прошел курс и тоже получил первый диплом в 89-м году. Но я получил диплом массажиста лимфатических массажей. Ну-ка, ну-ка, расскажи, расскажи. Нет, нет, рассказываешь ты. Я просто в 89-й год услышал. Сразу? Подсознание дало ответ, сразу выдает. Да, я тоже в 89-м. Сколько времени ты учился? Три месяца я учился, по 8 часов, 6 дней в неделю, по 8 часов в день. Замечательно, замечательно. Для меня очень важно, когда человек, который занимается здоровьем, врачеванием, лекарством людей, имеет медицинское образование. Для меня, как для специалиста, это имеет огромное значение. Смотря, Анжелика, я... Ты молодец. Нет, я на самом деле последующее образование получил в том же Вингите, как и ты. Молодец просто. Да, и я просто по несколько лет учился спортивной терапии. Замечательно. Спортивный терапевт. Но не обо мне же речь идёт, а о тебе. Ну, почему? Ты же понимаешь, оно всё вот в море есть... А, я тоже учился медицинским массажем, тоже в Винге. О своих практиках. Ведь ты же пользуешься не только тем, что ты знала, обучалась, да? У тебя есть наработанное большое количество новых твоих техник. Да, достаточно большое количество. Которые ты хочешь, кстати, преподавать у нас. Да, я в ближайшее время хочу открыть школу и преподавать. Преподавать, учить людей, обучать людей. Это для меня, я думаю, что тоже имеет важное значение. Передать свои знания. Я бы хотела, чтобы люди могли помогать друг другу, помогать себе. Вот, в принципе, начинается всё с любви к себе. Правильно. Вот. И нужно уметь передавать эту любовь дальше. Эти знания, эти навыки. Насчёт моих техник я хотела бы сказать только одно. Я не буду сейчас о них рассказывать всё. Я думаю, что... Ты оставишь это на то время, когда ты будешь преподавать в своей школе? Конечно. Когда все наши слушатели приедут к тебе учиться, да? И я первый среди них. Да, мы же договорились. Ты будешь самый-самый первый ученик. Да, но ты слышала, что Чукчин не читатель, он писатель. Неважно. Мы подумаем. Значит, есть вариации. Есть вариации. Мы обдумаем всё. Пока мы живём здесь, сегодня и сейчас. Давай тут останемся. Вот. Ну, на будущее, конечно, мне бы хотелось, чтобы в школе преподавали мастера, чтобы преподавали и давали не только знания, но и давали свою любовь, понимание и отношение к людям, к здоровью, потому что без здоровья нету жизни, нету счастья, нету радости. Когда человеку плохо, даже если у него болит зуб, даже если у него болит голова, это просто... Теряется мотивация. Если человеку плохо, если человеку плохо, если человеку плохо, значит ему плохо. У него болит зуб или болит голова, да. И тут должна прийти вот такая вот целительница, как ты, да. Или зубной врач. Волшебница или зубной врач. Не волшебница, далеко не волшебница. Ну, мы только что выясняли. Я только учусь. Зачем же скромничать? Но даже зубную боль можно немножко поглушить. И глушить, не имея под рукой зубного врача или аспирина. Я, кстати, хотела дать вам еще, так сказать, один бонус. Бонус. Совет. Самопомощи. Если не только, я не говорю сейчас за зубную боль, я говорю за более серьезные вещи, такие, как вы вдруг почувствовали, что у вас болит голова, ну, очень сильно давит голову, давит затылок, значит, в первую очередь, в первую очередь, не делать, не нажимать никакие точки. Если есть возможность поверить давлению, это в первую очередь. Если давление повышенное, нужно примерно знать. Если люди, которые уже знают, страдают от повышенного или пониженного давления, от этого очень много зависит. Значит, есть точки, которые мы можем использовать. Точки шиатсу, есть су-джок, есть акупунтура, есть миллион вариаций помочь себе. Одна из них. У меня давит сердце, мне тяжело дышать, я не знаю, что у меня, у меня раскалывается голова просто, я не знаю, что мне делать. Я нахожусь в данный момент на работе. Ну, хорошо, я могу пойти, естественно, несколько минут и чем-то себе помочь. Значит, первое что, мы снимаем головную боль. Чтобы снять головную боль, у нас есть, можно я тебя использую, пожалуйста, ты не против? Я вообще бесплатно не даю с собой пользоваться. Ну, он бесплатно не дает, но мне разрешил, согласился. Спасибо тебе, драгоценный. Значит, есть точечки... Ты подвинь только микрофон. Хорошо. Есть точечки, которые вы можете просто самостоятельно придавить. Вот, я покажу, чтобы вам было видно. Вот они находятся вот тут, вот эти места. Буквально несколько минут, несколько секунд отпустить. Почему? Надавливая на определенную точку, кровь останавливается некоторое время. Потом, когда мы отпускаем, кровообращение идет, кровь идет дальше. Она идет и к голове, она идет и сюда. Таким образом мы можем снять головную боль. Плюс к этому мы можем использовать уши. Мы знаем, что ухо наше, это словно перевернутый эмбрион. На ушке у нас очень много точечек. Достаточно придавить одну из них, вот тут. Верхняя. Слегка придавить. Я надеюсь, что вам видно. Подержать опять несколько секундочек, отпустить. Еще раз придавить и отпустить. Этого будет достаточно для того, чтобы убрать головную боль. Значит, если у вас давит сердце, и вам не хватает дыхания, вы не можете дышать, вам давит грудь. Конечно, до тех пор, пока вы обратитесь к врачу, или что-то элементарное, что мы можем сделать, использовать наш мизинчик, около ногтя придавить пальчиком и обязательно поставить ручку на голову и расслабиться. Просто вот так сесть. Я показываю, вот пальчик. Почему левая рука? Тут у нас проходит сердечко. Да, находится сердечко. Тут мы дышим тоже легкие. Эта часть, как правило, у женщин. Мы будем говорить, что женщины больше страдают от этого, чем мужчины. И посидеть некоторое время, спокойно, дыша. Концентрируясь только на вдохе, спокойно, на обычном вашем, без напряжения и на выдохе. Отпустили пальчик. Так, снова я показываю еще раз. Вот. Я надеюсь, что всем видно. Под ногтем. Практически под ногтем у основания. Придавили. И на ручку. Ручку на голову. Несколько секунд посидели. Вы сразу почувствуете, как у вас словно открывается грудная клетка, вам становится легче дышать, и боль будет уходить. Но это не повод сказать, о, у меня все хорошо, у меня прошло, к врачу я не пойду. Нет. Обязательно к врачу. Обязательно посмотреть причину, найти причину. Мы не лечим симптомы. Мы должны прийти, так сказать, к корню событий. Мы должны найти, почему это произошло. Обратиться к врачу и найти причину. Но первая помощь, да, это поможет. Это снимет боль, это снимет напряжение. В любом случае, любая боль, она связана с напряжением. Любая боль. Мышцы входят в состояние панциря. Человек сжимается. Это может быть, давление может упасть, или наоборот повысится. Как я уже сказала, сердцебиение высокое. Поэтому в этот момент обязательно нужно отвлечься. Есть еще вариации использовать точки при головной боли. Мы все знаем, что такое мигрень. Очень много людей страдают от этого. Очень много. Значит, вариантов лечения мигрени достаточно много. Потому что есть масса вариантов причин этой мигрени. Конечно, конечно. Есть предрасположенность генетическая. Есть возраст определенный, когда это происходит у мужчин и у женщин. А есть просто мигрень. Как говорят наши врачи, пейте таблетки, и это пройдет. Действительно, таблетки обязательно нужно пить. Это облегчит симптоматику. Но плюс ко всему мы можем использовать точки, которые тоже точно так же могут облегчить состояние. Я не говорю о мануальной терапии. В первую очередь проверить шейный отдел. Либо сделать рентген, либо попасть хорошему специалисту, который имеет медицинское образование, который может посмотреть и порекомендовать, если не помочь, посмотреть на ваш рентген и посмотреть, что он может сделать. Очень много причин у мигрени. Я просто обратила внимание среди своих пациентов. Это, будем говорить так, нежелание ходить на физиотерапию. Это нежелание заниматься... Это непринятие мер. Да. Непринятие мер. Нежелание заниматься собой. Достаточно выпить таблетку. У меня прошло. Ребята, попробуйте, попробуйте, помимо таблетки, изменить свой подход к своему состоянию здоровья. Займитесь упражнениями. Есть достаточно много упражнений, таких как цигун. Есть прекрасный, естественная техника Феденкрайс. Есть пилатис, который проводят на полу, не стоя, а лежа. Все любого рода растяжки, любого рода растяжки, которые снимают напряжение между позвонками, обязательно использовать и поменять продукты питания. Это очень важно. И я хотела бы вернуться, я хотела бы вам показать еще несколько точек. У людей, которых я знаю из моих пациентов, которые страдают мигренями, эти точки очень помогают. Я не буду говорить об одной из них, которая вообще как бы первая помощь для людей. Это мой очередной вам подарок. Значит, есть у нас тут место, вот точечка, любая боль, мы придавливаем. Напряженное такое состояние, не всегда приятное. мы придавливаем, поддерживаем, отпускаем. Придавливаем, поддерживаем. Боль немножечко может быть распирающей, отпускаем. Если у нее не было, она появится. Конечно. Ну я не давлю сильно. У меня не было головной боли, но сейчас появится. Вот, значит, эта точка просто снимет вам боль. Значит, еще точечки на голове. Я использую вашу дорогую умную голову, вы не против. Ты помнишь, да? А теперь ко мне лицом, пожалуйста. Спасибо. Ты помнишь, бесплатно ничего выкачет. Я хотела бы, чтобы было видно нашим радиослушателям. Значит, две точечки. Вот у нас тут они находятся. Вот тут две точечки. И вот это место, середина, по которой можно пройти. Я не хочу употреблять какие-то медицинские термины, потому что нас смотрят разные люди. Я хотела, чтобы вы просто могли и имели возможность себе просто помочь или своим близким. Повторяю. Вот две точечки. У основания брови еще. И по ходу, посередине главы. Значит, если еще хотела использовать тебя в качестве прекрасного манекена, значит, бывают иногда состояния... Надо сначала меня перевести в состояние манекена, чтобы я уже не сопротивлялся. Ну, я думаю, сейчас нажму, нажму несколько раз, все будет хорошо. Ты перестанешь сопротивляться. Да-да. Значит, есть еще несколько точек. Это как бы первая помощь при состоянии, когда вы чувствуете, что вдруг так получается, что вы на грани обморока или у вас просто помутнение, или вы нехорошо себя в этот момент вдруг почувствовали. Все может быть в нашей жизни. Мы все люди. Эти две точки я вам сейчас покажу, используя нашего дорогого вот Сережу. Вот. Значит, одна из них под губой. Я надеюсь, всем видно хорошо. И вторая у нас находится точечка вот тут под носом. Это две точки, которые помогут привести человека в состояние более или менее нормального самочувствия. Это в случае, если у человека головокружение, если у него состояние предобморочное. Это как первая помощь. Я хочу интересную вещь отметить. Четыре с половиной года назад мне удалось побывать в Китае. Меня пригласили туда. Я там провел две недели. И когда я искал какие-то сувениры, которые бы я хотел привести своим друзьям и родственникам, я стал смотреть, вот чем, что с собой носят китайцы. Что такое вот из китайской жизни я могу привести. Я обратил внимание, что практически у каждого человека, у каждого жителя или у большинства из них есть деревяшка такая вот с ручечкой с двумя хвостиками. И они прикладывают вот как раз к этому месту вот эту вилочку они прикладывают к себе в районе бровей. У наших радиослушателей вилочки нет, поэтому, мои дорогие, пальчиками я хочу сказать, что вот эти вот две точки, которые ты на мне показывала, вот тем, кому я привез вот эти вот инструмент к массажу массажеры, как я их правильно назвать, они очень помогают, они очень действенны, действительно проходит головная боль. Так что то, что ты рассказываешь, я подтверждаю, оно работает. Ну, конечно, я тоже могу подтвердить из опыта своей работы с людьми. И я еще хотела сказать, что на нашем теле очень много меридианов, энергетических меридианов. Зная эти меридианы, вы можете воздействовать на определенного рода заболевания или орган. Для того, чтобы их знать, понимать, нужно прийти ко мне учиться. Прийти к тебе учиться в школу. Я с удовольствием передам знания свои, любовь свою вам. Я приглашаю вас учиться к нам в школу. Скорее всего, мой ученик будет моим, не только учеником, он будет, наверное, скорее всего, моим партнером по преподаванию. И я надеюсь, что мы увидимся еще с вами, встретимся. И хотелось бы верить, что я вам помогла сегодня. Мне было очень приятно общаться с вами в этой студии. Спасибо тебе, Сережа, за предоставленную мне возможность и возможность помочь вам, мои дорогие. Пишите, обращайтесь. Вот для того, чтобы люди писали, чтобы тебя могли найти, пожалуйста, у меня просьба есть. Когда мы выйдем из студии, войди, пожалуйста, в Facebook. Ты найдешь у себя на странице этот фильм. Хорошо. И в комментариях обязательно напиши номер телефона или адрес, у меня есть эмейл, адрес, электроны, так, чтобы тебя люди могли находить. Да, да, есть это все. Спасибо, Сереженька. это все напиши. Да, ребята, мои дорогие, оливковая веточка вам. Желаю вам мира, спокойствия в душе, любви и здоровья. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо большое, зрители и слушатели, спасибо большое, Анжелика. Спасибо. Я очень надеюсь, что это наш разговор принесет пользу нашим слушателям. Конечно. И еще я надеюсь, что мы с тобой встретимся не один раз, может быть, и здесь тоже. И в этой жизни. В этой жизни точно. Хорошей недели, мои дорогие, здоровья. До свидания. До свидания.